Многофункциональный центр позволил решить главные проблемы в процессе получения услуг. Теперь людям не нужно бегать по разным ведомствам, собирая и отдавая документы. Подать необходимые бумаги можно в одном месте. Обратиться в МФЦ решила и Людмила Каракач. Ей нужно оформить земельный участок собственность. Заключением таких договоров аренды занимается Департамент имущественных отношений. Номер 618. Подойдите, пожалуйста, в окно номер 9. Поход в кабинет руководителя Людмиле Борисовне заменила комфортная обстановка и доброжелательные сотрудники МФЦ. Мне очень понравилось обслуживание, очень понравились внимательные специалисты, которые слушают внимательно и все подробно объясняют. После того, как сотрудница многофункционального центра приняла все необходимые документы, дело передается на исполнение. Все документы в Департамент имущественных отношений доставляет курьер, а там уже бумаги проходят административную процедуру обработки. Внедрение в структуру предоставления муниципальных услуг такого центра, как МФЦ, позволило сократить количество документов, поступающих в работу, а также упростило процедуру сбора документов, необходимых для предоставления этой услуги. Так как, по сути, от граждан требуется корректно и в полной мере заполнить заявление, все остальные документы в рамках международного взаимодействия запрашиваются непосредственно Департамент имущественных отношений. После того, как департаментом будет согласован проект договора, сотрудники МФЦ информируют заявителя по телефону или через интернет о необходимости явиться в офис за получением документа и его регистрации в Росреестре. Сроки исполнения у всех услуг разные, но они все прописаны либо в федеральном законодательстве, либо в административных регламентах. Кроме того, в этих самых административных регламентах прописан порядок исполнения муниципальных услуг. МФЦ со своей стороны четко абсолютно соблюдает все административные процедуры по вопросу обработки документов, передачи в службы исполнителей, получение документов обратно в МФЦ для выдачи их заявителей. Более ста видов федеральных, краевых и муниципальных услуг сочинцам предоставляет МФЦ в Сочи и Хосте, а с августа свободно решать юридические вопросы смогли лазаревцы. В скором времени воспользоваться услугами МФЦ смогут и жители Адлерского района. Открытие нового учреждения запланировано во втором квартале следующего года. Татьяна Ногорская, Борис Осинь, телекомпания ФКТ.